День выборов президента Российской Федерации станет главным политическим событием не только этого года и не только в нашей стране. Оно же вносит коррективы в планы и содержание встреч, которых проходит множество, в том числе в Магнитогорске. Так, находящийся в нашем городе в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Виталий Бахметев уплотнил и без того сложный график, чтобы пообщаться с максимальным количеством трудовых коллективов. На встрече с работниками руководства муниципального предприятия КПРУ полпреда Магнитки сопровождала наша съемочная группа. Виталий Викторович в стенах этого муниципального предприятия не впервой большинство инновационных и благоустроительных инициатив КПРУ начинали реализовываться, бытность Бахметева главой города. Вот и на этот раз полпред Магнитки в высшем законодательном органе общался с коллективом на правах давних знакомых. Политическая пикантность разговору добавлял тот факт, что на прошлых выборах президента именно Бахметев был доверенным лицом действующего главы государства. Казалось бы, кому как не ему прямо выражать свои политические симпатии и пристрастия. Однако тренд «за выбор», а не «за кандидата» набирает обороты и крепнет, и собственные мысли относительно первого лица лидера общественного мнения откладывают до 19 марта. Я сегодня хочу еще раз обратиться к вам и попытаться все убедить, все-таки прийти на выборы 18 числа и отдать свой голос за самого достойного кандидата в президенты, как вы считаете. А их там аж 8. Вы знаете, что сегодня компания выборов президента, она такая конкурентная, и во всем направлении есть кандидаты. И как вы пожелаете, за тобой голосуйте. Но на выборы прийти нужно. Что приятно удивило стороннего наблюдателя, ни гость, ни аудитория не собирались лакировать действительность. Откровенно и обстоятельно говорили о наболевшем. Это прежде всего вопросы бюджетной политики и межбюджетных отношений. Здесь депутат категоричен и не только считает, что магнитка достойна большего, но и работает в этом направлении. Обсудили вкратце недавно принятые законы и перспективы актуальных законопроектов. Мы уже неоднократно рассказывали, что похоронная отрасль громко и со всех трибун призывает законодателей обновить на конец закон о похоронном деле 1993 года издания. Взято, как говорится, на карандаш. Словом, все пункты, по которым диалог считается конструктивным, выполнены. Было с кем поговорить и было о чем. Под занавес встречи Виталий Бахметев еще раз призвал коллектив не поддаваться провокационным. За нас все решили и не из кого выбирать. Нужно пойти на избирательный участок и отдать свой голос за того, кого считаешь нужным. И совсем в финале визита депутат Государственной Думы и директор КПРУ Евгений Могуляцев пообщались на предмет текущего состояния дел в муниципальном предприятии. Это состояние, характеризующееся как устойчивое развитие, иллюстрирует в том числе помещение, в котором происходила беседа. Новые траурные залы бытность главой Виталий Бахметев не застал. Наблюдать за развитием муниципального предприятия, признался Виталий Викторович, приходилось дистанционно, но пристально. Я еще больше, побывав сегодня здесь и пообщавшись с Евгением Анатольевичем, я еще больше по этому поводу убеждаюсь, что это должно быть муниципальное предприятие. Вся социальная ответственность ложится на муниципальное предприятие. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Субтитры создавал DimaTorzok